здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а те кто только что с нами познакомились и зашли наш канал подписывайтесь сразу же становитесь нашей интернет семьей потому что мы за здоровье каждого из членов моей интернет семьи обязательно молимся также как и за здоровье своей семьи из не только здоровье благополучие вообще вы много чего интересного узнаете надеюсь что не пожалеете в конце концов отписаться всегда можно и так дорогие мои я сегодня поговорю опять о или снова про пробиотики потому что мне кажется что каждый в своем доме должен иметь пробиотики тем более их так легко делать почему бы не сделать и они уникальные борцы с онкоклетками они уникальные борцы с гнилостными бактериями а самое главное что они оздоравливают ваш организм так что внешне это будет хорошо заметно и видно очень люблю из пробиотиков делать масочки это то что действительно мне помогает маски я делаю каждый день это так про между прочим обязательно вот мы питаемся мы кушаем то что мы кушаем вовнутрь но нужно еще и внешне поступило много писем о том что но вот вы берете имбирь имбирь дорогой для нас у кого-то имбирь имбиря нет да я очень люблю имбирь это жиросжигающий продукт поскольку я его регулярно употребляю он мне отлично помогает но если у вас нет имбиря я думала как вам делать и или например и недавно делала из ягод пробиотики из ягод я обязательно сделаю ссылочку внизу всегда смотрите на то что внизу в описании в описании это то что я ставлю считаю как бы продолжением или в дополнение будет интересно посмотреть и это поэтому смотрите всегда в описании я думала что же такое взять то что есть но у всех вот сто процентов так чтобы подошло всем и вот вам мой рецепт продукт конечно этот будет направлен на печень и на кровь главным образом конечно это не имбирь который именно работает жиросжигающими клетками жировыми внутри вас и плюс к тому является мощным антибиотиком поэтому от него не отказывайтесь ищите вот вот куда лучше вложить деньги в имбирь в имбирь они в картошку не в белый хлеб а именно в имбирь друзья мои и так я здесь сделала такие набросочки небольшие которые с которыми с удовольствием поделюсь с вами добавление свеклы ваш рацион свекла есть у всех просто может творить чудеса чудеса для вашего здоровья и здоровья ваших близких свекла предлагает важные питательные вещества которые имеет всего лишь несколько овощей считается что свекла несет как бы ответственность за здоровье всего организма из-за долголетия этот уникальный овощ содержит беталаны вот можете записать беталаны и полифенолы что это это антиоксиданты зачем они нужны да они могут защищать вас от всех болезней сердце сердечно-сосудистой врожден даже врожденные какие-то дефекты когда вам поставили печать и сказали уже все нет ребенок асматик генетически глупость все это никогда не позволяйте никакому диагнозу владеть ситуации любое любое заболевание можно излечить очень быстро включая бога мудрость и трудолюбие усердие господь увидит что вы его просите увидит так как вы работаете усердно над этим и начнет действовать а если вы не просите то и не будет а говорят как не то что говорят святое писание говорит что просите и дано будет с верою конечно если нет вер ничего не ничего не получится без веры и вот этот вот уникальный как я сказала уже овощ вот он содержит надеюсь уже записали беталаны и полифенолы вот эти антиоксиданты они великолепные борцы с онкоклетками они могут защитить от болезней кишечника желудка и так далее кроме того свекла является отличным источником бетаина и вот запишите еще бетаин который обладает способностью стимулировать функцию клеток печени и это очень важно потому что наша печень это мощный фильтр который каждый день пропускает через себя сотни токсинов сотни токсинов если мы ей не поможем нашей печеночки при помощи выращенных нами бактерий ферментов ферментированных ничего не получится ничего не получится поэтому нам нужны ферментированные продукты делайте у себя небольшие заводики то есть баночки с ферментированными продуктами чем катать и делать закатки с уксусом 9 процентов это отрава отрава магазинный уксус это отрава делайте сами делайте яблочный уксус винный уксус делайте акация скоро будет акация уже же весна все и делайте не упускайте момента смотрите мои видео путешествуйте вместе со мной ведь каждое мое видео это момент сезонный видите я питаюсь сезонными продуктами только сезонными вы скажете ну какие продукт вот сейчас можете взять свеклу замечательный продукт великолепный значит что еще свекла делает удаляет токсины не свекла а именно вот ферментированная свекла она удаляет токсины и накопленные в организме металлы тяжелые металлы мы должны я еще должна вам сказать что нам понадобится домашний уксус для этого приготовления нам понадобится соль и вода вот уже проще не бывает по моему вот то что сегодня я вам расскажу есть в каждом доме несмотря на то что мне говорили нет имбиря нет того нет третьего нет пятого нет десятого и нет меда ложки положить в ягоды чтобы бродила хорошо такое вы мне написали я вам даю проще уж соль вода ну вот единство постараться надо сделать домашний уксус но уже в конце концов купите яблочный уксус но домашний над натуральный или купите винный уксус но неужели нету и свекла все кроме того что они нам нам вот именно это свекла ферментирована скажем даже так лактоферментированный продукт мы будем с вами делать именно производить лактобактерии это и для деток хорошо и для взрослых хорошо чистить печень выводить и это в любом случае продукт похудения потому что шлаки также выводятся но главная работа свеклы все-таки это лимфатическая система это кровь и это печень вообще красные ягоды красные овощи они очень хорошо питают кровь лактоферментированные продукты которые мы будем делать в рассоле воды и соли при комнатной температуре они позволят вывести на лактобактерии бактерии которые зайдут к нам в организм добьют гнилостные бактерии и те продукты питания которые остались по каким-то причинам не переработанными и начали гнить таких продуктов очень много у нас в организме и будут их выводить работать с ними и выводить вот для чего нам нужны лактобактерии лактобактерии они вырабатывают молочную кислоту внутри организма эта кислота обладает способностью защищать пищу от патогенных бактерий патогенные бактерии это как раз вот то где очень хорошо себя чувствует и чем питается раковая клетка она прекрасно себя чувствует и тогда размножается помимо создания естественных пробиотических добавок ферментация также может добавить другие питательные преимущества вещества например витамины там масса будет витамин поэтому давайте запишем рецепт вам понадобится 6 небольших 6 штук свеклы самой свеклы 6 штук пол чайной ложки морской соли и 2 чашки воды ну там уксус немножко а также дополнительные ингредиенты которые нам нужны будут это семена кориандра можете взять гвоздику горчицу семена фенхеля на ваше усмотрение можно палочку корицы положить в общем все что вы хотите во первых вы должны вымыть и высушить свеклу свеклу надо будет вам разложить на противень 6 штучек можно даже проколоть в нескольких местах и положить и выпекать при 300 градусов в течение трех часов или до мягкости обязательно очистите потом кожу когда уже будет готова свекла и нарежьте ломтиками положите в консервную баночку ну вот в такую положите как консервацию когда вы делаете стеклянную баночку уложите можете порезать кубиками квадратиками как хотите и дальше рассол рассол готовим как обычно да на огне берем пол чайной ложки морской соли берем две чашки воды все это теплая водичка заливаем и заливаем поверх значит теплой жидкостью чтобы жидкость была скажем так выше свеклы чтобы свекла могла быть погружена в этот рассол при комнатной температуре оставьте на три дня и в течение через трое суток начнет уже такое пузыриться начнет вот это и есть пробиотики образования все и можете принимать добавлять вашу пищу поливать салаты кушать эту свеклу добавлять ее куда-то это уже пробиотическая с лактобактериями готовыми вам свекла и вы будьте здоровы трое суток кстати раньше я всегда кипятила воду делала такой рассол рассол кипятила а потом попробовала не кипятить когда была в летней резиденции а просто разводила там сольки чуть-чуть уксуса чайную ложку яблочного и туда все а уксус домашний еще раз не эссенция не уксусный домашний уксус чайная ложечка уксусной эссенции пол чайной ложки сольки два стакана воды поболтала туда свеклу и все по такому типу делать можно морковку ферментированную по такому типу тыкву делают и многие другие продукты вот и все будьте благословенны вы и ваши близкие а самое главное будьте здоровы пока пока я всех люблю